Я тоже там пишу немножко. Сейчас начнётся сказка про Иваськину колбасику. Как Натаська съел колбасику, советую вам послушать эту сказку. Жил бы Натаська, жил бы он скуп, на плечах носил обычно старый тулуп. Не то чтобы он был умён или глуп, просто нравился ему этот старый тулуп. А у Натаськи и Васька. И как все жёны Натаськи, приносила она ему в день по одной колбаске. Однажды у Натаськиной и Васьки кончились все колбаски. Пошла она на двор, принесла Коську-Маську. Съела Натаська и Васькину колбасику, и нравился ему колбаска из Костиной Натаськи. И пропали с тех пор в городе Бразьки все Маськи и Васьки. И вообще все пушистые хвостаськи. Это ты точно детям делал, да? Не знаю. А, детям. Тебе один не любили, да? Да. А, официально один. Да. Мне, не знаю, нравится. Детям, да. Ну это для женщин, конечно, очень сложно. Стоит или не стоит? Жги. Жги. Жги.